Кроме того, на этой неделе в России отметили День работника культуры, праздник писателей, актеров, режиссеров, а также тех, кто развивает и сохраняет культуру в глубинке, работая в сельских клубах, народных ансамблях. Художественный руководитель коллектива «Кунер» из Мариинско-Пасадского района Анна Николаева в этом году победила в республиканском конкурсе. Она стала лучшим работником муниципального учреждения культуры. В репертуаре ансамбля «Кунер» десятки песен, от широко известных и популярных до старинных обрядовых. Возможно, они бы забылись, но именно благодаря такому по-настоящему народному творчеству и сохраняется национальная культура. Участники ансамбля поют так, как пели их дедушки и бабушки, находят тексты в книгах, собирают фольклор по крупицам в деревнях. Пока есть те, кто помнит, нужно успеть перенять, у них это бесценное наследие. Старых жилов уже все меньше и меньше, и которые помнят старинные песни, и с каждым годом все меньше. Старые люди, они тоже забывают. Вот стараемся записывать пока. Ансамбль существует уже 11 лет. Сейчас в нем 18 участников. Своего руководителя здесь любят и уважают. Говорят, ее победа в республиканском конкурсе абсолютно заслуженная. Анна Валентиновна встречает нас добродушно. Всегда добродушно встречает. Как-то с нами это занимается очень тепло. Не кричит на нас никогда. Голос не повышает никогда. Вот такая она женщина. Такая сама маленькая, а сама очень удаленькая. В прошлом году здание местного клуба капитально отремонтировали по программе комплексной застройки села. 960 тысяч рублей выделили из республиканского бюджета, еще 260 тысяч добавило поселение. Культуру надо поддерживать. Традиции забываются. И молодежь все более отходит от чувашских традиций. А именно этот коллектив как бы сохраняет и приумножает вот это наследие чувашского народа. Анна Николаева рассказывает, коллектив уже участвовал в нескольких фестивалях. Выезжал в Нижегородскую область и Удмуртию. Выступал на Всечувашском году и в Москве. Теперь участники мечтают, чтобы старинные чувашские песни услышали и за рубежом. Юлия Скрябина, Алиса Александрова, Владимир Сергеев. Вести. Чувашия.